Сейчас переносимся в Ереван. Захватившие здание полиции отпустили всех заложников, которые их удерживали аж 17-го числа. Произошло это после переговоров, которые провел генерал Виталий Волосонян. Он герой Карабахской войны. На прямой связи с нами наш специальный корреспондент Евгения Змановска, который наблюдает за всеми событиями, находится в Ереване. Жень, приветствую тебя. Итак, вы видели вот этих отпущенных заложников? Они уже выходили к вам, к журналистам? Или они в каком-то плохом состоянии? Может быть, за ними приехала скорая помощь? Расскажи, что знаешь. Да, Кадри, я сразу скажу, что всех заложников, вот 17-го числа их освободили уже, по сути, всех девятерых. Всегда журналистам их не показывают, их вывозят через задний выезд. То есть, вот с той стороны также есть отцепление, вот этого квартала, да, сейчас, который отцеплен журналистам, еще ни одного из заложников не показали. Действительно, больше в захваченном ОВД нет ни одного заложника. Эта информация поступила несколько минут назад. Освобождены последние два сотрудника полиции. Это генерал и полковник, заместитель начальника полиции Армении Вартан Егезаряна, а также заместитель начальника полиции Еревана Валерия Сепян, которые 17-го числа, в прошлое воскресенье, в день захвата, сами пошли к захватчикам на переговоры, а в итоге оказались в заложниках. Вот эту информацию нам подтвердил по телефону Виталий Баласанян, что в его присутствии были отпущены два рядовых сотрудника полиции. Это было примерно около часа назад. Причем отпущены они были без каких-либо условий и требований со стороны членов группировки САСНО-СРР. Это такой некий жест доброй воли, как они говорят, шаг вперед. А вот двух полицейских, оставшихся генерала и полковника, должны были отпустить с одним условием, что нас, представители прессы, журналистов, которые здесь примерно 10-15 различных телекомпаний, должны пропустить вот за это оцепление на территорию рядом с УВД. Возможно, даже мы сможем зайти внутрь захваченного участка и чтобы в прямом эфире мы показывали, что там сейчас происходит. Это условие, это предложение высказали сами захватчики. Вот мы сейчас остаемся здесь, будем ждать, потому что по последней информации, примерно через час мы должны уже там оказаться. Вот к такому итогу, к такому результату, к тому, чтобы всех заложников освободили, пришли благодаря переговорам генерала Виталия Баласаняна. Ведь этот человек здесь очень уважаемый в Армении, его специально сюда пригласили представители власти для переговоров с захватчиками. Три дня он с ними разговаривал, был неким посредником между полицией и захватчиками. Да, всех освободили, потому что этот человек пользуется неприкасаемым авторитетом у захватчиков, у силовиков Армении. Как сказал один из членов группировки САСНА ЦРР, Павел Манукьян, он сказал, что очень глубоко уважает Виталия Баласаняна, и они придут к какому-то компромиссу. Жень, ну вот ты говоришь, три дня действительно человек провел там вместе с радикально настроенной группой вооруженных людей. Трое суток вел переговоры, он за это время даже не выходил никуда, то есть он все это время находился там. Будет ли возможность у вас поговорить с Виталием Баласаняном, чтобы он рассказал, как это было, как вообще проходят подобные переговоры, и каким образом удалось ему все-таки договориться отпустить этих людей, которых они удерживали сколько? Пять суток получается? С воскресенья, 17 числа уже шесть дней. Кадри, а знаешь, к сожалению, пока не удается нам лично поговорить, встретиться вживую с Виталием Баласаняном, мы с ним разговариваем по телефону. На самом деле, наверное, это и правильно сейчас с его стороны, чтобы не создавать лишний ажиотаж. Он дает краткую информацию, что сейчас, каким результатом привели эти переговоры. Он подтверждает, что да, отпустили, либо еще ведутся переговоры. Вот мы с ним связываемся по телефону, конечно же, мы с нетерпением ждем встречи с ним, чтобы он рассказал, каким же образом удалось договориться, убедить захватчиков отпустить всех заложников. Но, поправлю немного, он по несколько часов находится в захваченном УВД и потом спокойно оттуда выезжает. Но, повторю, что это делает он через другой выход, через другой выезд, вот с той стороны отцепления. Там журналистам снимать не разрешают. Жень, спасибо большое. Еще, коротко, если можно, вчера, как ночь прошла вот эта вот предыдущая? Мятежники не осаждали вот этот вот захваченный пост полицейский? Да, Кадрия, как обычно, сюда вот к оцеплению примерно к 8 часам вечера пришли оппозиционеры. Был митинг, мирно прошел он, выдвигали, как обычно, свои требования. Но, также отмечу, что один из депутатов национального собрания Армении, Пашинян Никол, он призывал всех больше не устраивать стычки с полицией. И вот несколько раз во время своего выступления он даже просил людей, поднимите руки. И вот вся толпа, их примерно было около тысячи, может чуть больше, поднимали руки вверх, показывали ладони, что в руках нет камней, нет палок. Что они не будут устраивать стычки с полицейскими, призывал депутат думать головой, к чему это может привести. И что здесь каждый вечер нужно собираться, чтобы захватчики знали, что их здесь поддерживают люди. Жень, ну да, думать головой, это, конечно, вообще универсальный совет. Спасибо тебе большое, что ждем, когда вас пропустят вот в само здание, где все это время, шесть дней, как ты меня поправила, удерживали заложников, группа вооруженных людей. Хотелось бы узнать, что с самими вот этими вооруженными людьми, то есть куда они отправлены, как они договорились с полицией, отпустят ли их, действительно, это одно из условий освобождения заложников. Или они уже задержаны, ждем тебя в прямом эфире, как только появятся эти подробности. Жень, спасибо тебе большое. Евгения Змановская из Еревана была с нами на прямой связи.